Ирина Алексеевна, вы сдали все документы, вы их по кругам и по спискам. Какая команда у этих патриотов России на сегодняшний день выносит в Станковском Союзе? Нашу команду нужно было бы охарактеризовать двумя словами опыт и молодость. У нас есть представители, которые раньше входили в депутатский корпус третьего созыва. Это и Блиновы, и Казакевич, и Фелик. У нас есть люди, которые на протяжении последних лет показали, что они действительно имеют свою определенную гражданскую позицию. Это и Жутамир Владимирович, и Сергей Николаевич. И есть абсолютно молодые ребята, например, Артем Гурулов, который вот только заканчивает учебное заведение. Поэтому я думаю, что у нас та команда, которая действительно будет работать на благо города Назарь. А когда уже окончательно избирательной комиссии принят решение? Сегодня мы сдали по спискам все необходимые документы. Сдали еще и все округа. Мы сдадим еще документы в субботу и в понедельник окончательно. Но в течение ближайших трех дней принимать решение, нас пригласили, точнее уже уведомили, на понедельник вечером. Мы придем для того, чтобы послушать, какие документы, все ли мы документы создали правильно. Сколько вообще сложностей человек представляет вашу партию? Ну, у нас 13 человек идет по спискам и 10 округов мы будем выставлять своих кандидатов. Ваши прогнозы? Сколько наберете? Ну, мы будем стараться, безусловно, набрать большинство. Потому что люди у нас очень достойные. Мы будем бороться. Безусловно, мы почему сдавали документы раньше, чем та же партия «Единая Россия», потому что мы знаем, что к нам будет более пристальное внимание. Поэтому пораньше сдали документы, чтобы могли посмотреть, чтобы никого из кандидатов на этом первом этапе не сняли. Но уверена, что борьба будет достаточно жесткая и серьезная. К этому мы готовы. Говоря о борьбе, готовы ли вступать в коалиции? И с кем готовы, если? Да, мы будем вступать в коалиции с оппозиционными партиями. На Ваш взгляд, кто является оппозиционным партием в городе Назарова? Коммунисты России, Коммунистическая партия Российской Федерации. Это те партии, с которыми мы будем готовы вместе вступать, вместе работать, потому что мы знаем, что впоследствии они не будут поднимать руку так, как скажет им партия власти. Как думаете, в период выборов, какая будет основная проблема, с которой столкнутся и партия, и избиратели? Чего стоит, скажем так, бояться, опасаться? Знаете, пока трудно сказать, я думаю, что самый сложный период это будет прямо день выбора, день голосования, потому что мы увидели технологию, которую использовала партия Единая Россия во время праймериса. Мы можем сегодня предположить, что либо это будет оплата людям, которые будут приходить на избирательные участки, либо будут задействовать административный ресурс. Поэтому мы думаем, что самым сложным для нас будет день выборов. Но мы будем говорить всем избирателям, предлагаю деньги, берите деньги. Это деньги, которые у вас некоторые люди украли. Вы эти деньги берите, но голосуйте по собственному.